Легендарный бой, который войдет в учебники военной подготовки. Речь идет о первом сражении во время обороны Донецкого аэропорта. Ровно 4 года назад киборги Крапивницкого из 3-го полка спецназначения дали отпор боевикам. Сегодня защитники ДАПа вспоминали те горячие события. Донецкий аэропорт 4 года назад. Его периметр контролирует 79 бойцов Крапивницкого 3-го полка спецназначения. В три ночи боевики заходят в новый терминал, куда их запускает предатель, сотрудник СБУ. Те предлагают украинским бойцам добровольно покинуть территорию. Но наши воины отказываются. Уже утром на подмогу украинским бойцам приходит авиация. Штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. У них крыша аэропорта выше, чем наша была. И им видно было позиции, и видели вертушки, что заходят. И один из них встал с ПЗРК и решил снять вертолет, подкрепление нашего. И наш снайпер принял решение сразу сделать выстрел и снять этого человека с ПЗРК. Одного убил, второго. Бой длился несколько часов. Противник понес значительные потери. Около ста погибших. Из них более 30 граждане Российской Федерации. Киборги, которые участвовали в том легендарном сражении, до сих пор помнят каждую мелочь. Ведь для большинства это был первый бой в жизни. Сюда завезли в этот ангар. 16 тонн билет. Да, здесь было в этом ангаре 27 камер. Я начинал туда. Мы здесь расположились, здесь был автобус. Два Урала стояло, мы поставили два ГСа. Один сюда направление, один сюда. И работали в два направления. Потом, ближе к ночи, мы уже приняли решение перейти в это здание. Как бы на кирпичность. Во время первого столкновения с нашей стороны ни одного погибшего. Легкие ранения получили лишь трое бойцов. Когда мы перезаряжались, зашли внутрь. Ну, от окон отошли. Мне хлопцы сказали, Дэн, смотри, что у тебя такое. Я даже не почувствовал ничего. Потом видел, да. Скорее всего, осколочный. 242 дня именно столько длилась оборона Донецкого аэропорта. Сегодня в музее Кропивницкого 3-го полка спецназначения о тех событиях напоминают несколько сотен экспонатов. Это документы, оружие, экипировка бойцов и фотографии погибших ребят, которые ценой своей жизни удерживали стратегический рубеж. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кропивницкий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!